Привет, меня зовут Сергей и сегодня я хочу рассказать об очередных покупках. Тем более сегодня покупки будут необычные, это будут в основном комиксы. Спешу с вами поделиться, что за они. Итак, первый комикс, который очень давно ждал не только я, но и мои знакомые, мои друзья. Я думаю, этот комикс еще и разойдется по всем остальным буктюберам, потому что автор очень нашумевший, очень многие его любят. И это автор Нил Гейман и его комикс «Книга магия». Оно вышло в издательстве Азбука в делюксовом варианте. Вот так он выглядит сзади, спереди, по бокам. И могу еще показать, какой здесь примерно рисунок, чтобы вы представляли. Здесь очень потрясающие отзывы об этом комиксе. Я в сюжет пересказывать не буду, однако скажу, что здесь о приключениях мальчика, который никого вам не напоминает, а сова сверху. Причем этот комикс был написан задолго до Гарри Поттера. Но это о приключениях мальчика с магией. Больше рассказывать не буду. Я вам очень рекомендую ее приобрести в свою коллекцию. Тем более, выполнена в очень качественной бумаге. Твердый переплет. В общем, очень рад я этой покупке. Но это не все покупки, что я очень долго ждал. Еще одна вещь, тоже очень потрясающая, вышла, вот только-только поступила на прилавки. Это комикс «Рай». Посмотрите, тоже он в твердом переплете. Вот так он выглядит. Про Японию. Добро пожаловать в Новую Японию. Называется книга «Это первая». Посмотрите, какой классный рисунок. Здесь он очень великолепно выполнен. Уже одним рисунком привлек мое внимание. Я не знаю, какой здесь будет сюжет. Я просто знал, что его нахваливали, когда он был на английском языке. Его нахваливали в интернете. И после этого я сразу же стал ждать выпуска, пока он появится у нас в продаже на русском языке. Следующая вещь, это уже речь из моего прошлого. Когда-то, еще в 90-е годы, может, я даже не знаю, 93-е или начало даже 90-х, я в библиотеке каким-то чудом нашел комикс, который издался уже у нас. Вроде бы он назывался на издательство «Махаон», но не буду точно утверждать. Теперь же этот комикс появился у нас в переиздании, официально, в твердой обложке. Называется этот комикс «Эльф Квест. Сага лесных садников». Он в супер-обложке. Вот так он выглядит без супер-обложки. Да, просто черный фон с серебряным. Ну, а комикс этот, возможно, вы вспомните. Я сюжет уже не помню. Однако, когда просматривал перед покупкой, то начинал вспоминать, что да, когда-то я его читал, я вспоминал, как я видел этих эльфов с острыми ушами. И вот, действительно, когда я его увидел, я аж погрузился, может, так, в детство, вспомнил, каким он был, какие у меня были ощущения, когда я его читал. Я очень радовался ему. Теперь он в твердом переплете, очень качественно выдуманно. Сзади еще есть даже наброс, как я понимаю. Буду обязательно перечитывать, несмотря на то, что уже прошло столько лет. Но обязательно, думаю, уже будут другие какие-то впечатления от этого комикса, но обязательно его прочитал. Следующая вещь, о которой я хотел еще вам рассказать, это тоже культовый комикс, который вышел у нас на русском языке. Это «Фрикангелы» в твердом переплете, том первый. И «Фрикангелы» в твердом переплете, том второй. Это комиксы о приключениях людей, точнее, там, о подростках, которые называются «Фрикангелы», у которых есть сверхспособности. А вообще это все происходит в мире, в Англии. Уже когда произошла техногенная патастрофа, в принципе, наступил конец света. И вот эти спецгерои, они сейчас выживают в этом мире после конца света, помогают людям, ну и решают еще побочно свои какие-то проблемы. Я еще только-только начал читать этот комикс, еще не знаю, чем он завершится, но начало мне нравится. Какой в нем рисунок, вот такой, довольно-таки нестандартная картинка. То есть не то, что я люблю, но здесь цепляет именно сюжет. Еще одна вещь, которая не совсем комикс, но, опять же, я знаю, что этот автор многими любим на Путюбе. Это Терри Пратчетт. И его, вот посмотрите, какая книга, она в увеличенном формате. Его книга «Последний герой». Вот, чтобы там, по-моему, все видно. Это уже переиздание. Когда-то оно издавалось именно в таком оформлении. Сейчас, в 2015 году его заново переиздали, потому что все-таки он пользуется бешеной популярностью. И фактически это не совсем комикс, это больше как, может, графический роман, да, с рисунками, с интересным таким выполнением. Роман очень интересный. Больше, собственно, про это даже нечего сказать. Думаю, Терри Пратчетт само имя говорит само себе. Но есть еще вещи не только зарубежного. Издательство у нас тоже выпускает хорошие комиксы. И я решил поддержать нашего издателя российского. Издательство называется «Баббл». И если номера, которые выходят в сингл, тоненькие такие, и я не понимаю, как их можно собирать, читать, то когда выходят сборники, когда несколько томов объединены в одной книжке, то такое уже можно вполне почитать. И вот я приобрел два комикса «Красный Фурий». Это такой вот-таки шпионский, можно сказать, боевик. Два комикса «Бесобоя». Это комиксы, связанные с приходом демонов в наш мир. А с годовым комикам даже в Санкт-Петербурге происходит событие. И два комикса «Майор Гром». Ну, то есть не два комикса, а два сборника комиксов, вы понимаете. Здесь же будет происходить расследование. Ну и напоследок я собираю коллекцию «Атташет», которая выходит. Там лучшие комиксы Марвел, ну, по крайней мере, лучшие по мнению редактора. И вышли очередные три тома. Это «Могучий Тор», 27-й том. 26-й том – это «Секретные войны». Видите, они еще у меня запечатаны, я их еще не распечатывал. И «Новый Человек-паук» – это 25-й том. Просто что вот только сейчас они мне привыклись. И, как вы помните, наверняка знаете, они вместе складываются потом в картинку. На этом мои покупки комиксов в январе 2015 года завершены. Надеюсь, что-то из этого вас заинтересовало. А если вы хотите узнать подробности, или чтобы я сделал обзор на какой-то из этих комиксов, напишите об этом в комментарии. До встречи. Пока. Продолжение следует.